Я уже отснял видео по C++, оно будет идти буквально полтора часа, контент будет такой же как и видео по Java за 30 минут, только оно будет в 3 раза длиннее. Там я говорю о C++, о том как его использовать, о коре самого языка и вообще о многих его деталях. Всем привет, с вами Виндертон и в этом коротком видео я постараюсь уместить информацию по всем техническим книгам, которые я читал или наслышан из достоверных источников. Перед тем как начать изучать что-то новое для себя, вы будете либо искать ролики на ютубе, либо зайдете на Курсеру или EDX и посмотрите их курс наличия темы, которая вам интересна, либо пойдете на какой-нибудь plural сайт, Udemy или O'Reilly и за определенную плату приобретете то, что вам необходимо. Но кроме всего этого, есть также и консервативный подход, который на мой взгляд кажется до сих пор лучшим, и как вы можете догадаться из названия этого видоса, под этим подходом я подразумеваю чтение книжек. И наверное без долгих разглагольствований я сразу приступлю к перечислению книг, которые я бы рекомендовал как начинающим, так и продвинутым разработчикам. Первое и самое важное, о чем стоит почитать, это какие-то основы программирования. Если бы я бы рекомендовал Кнута, искусство программирования, и не обязательно читать все его книги, можно ограничиться хотя бы первым томом. Именно для себя я не вижу достойных альтернатив этим книгам, потому что Кнут один из немногих людей, кто получил премию Алана Тьюринга, и он же писал книги о программировании и алгоритмах, где он делился своими взглядами на решение многих проблем и своим мышлением. И если вы знаете книги, которые лучше Кнутовских, то обязательно дайте мне знать в комментах или в личку. Для тех, кто уже как-то знаком с концепцией программирования, то стоит переходить уже к каким-то конкретным вещам, а именно выбрать один или два языка. И здесь уже все проще, потому что есть из чего выбрать. Например, по C++ или C есть несколько шикарных книг, которые я прочел и иногда возвращаюсь к ним, потому что их просто интересно почитать. Если я говорю о C, то это безусловно книга Ричи и Керригана «Язык программирования C». Она короткая, но в ней содержится полезнейшая информация по языку C. Также есть неплохая книга для новичков, которая называется «C Programming Absolute Beginner's Guide». Я не знаю, если она на русском, но если вы не будете лениться, то я уверен, что вы ее сразу найдете. Лично из этих двух книг мне нравится больше первая, потому что, во-первых, она очень короткая, во-вторых, она написана крутыми людьми, и в-третьих, я перечитывал ее просто десятки раз и каждый раз нахожу в ней что-то новое. В C++, конечно же, это книга Страус Труппа «Язык программирования C++», четвертое издание. Несмотря на то, что она огромная, там описаны почти все концепции языка, и в ней так же, как и с книгой по C, вы будете находить постоянно что-то новое. Также по C++ я бы посоветовал почитать Скотта Мэйерса «Effective C++», но уже после того, как вы просчете что-то более базовое. Если говорить о базовом, то у Страус Труппа также есть книга, которая называется с английского, насколько я помню, «Principal Same Practice Using C++». Я ее читал, и она мне тоже понравилась. Она очень простая и тоже может дать неплохие понимания самого языка. И, наверное, Александреско, но это тоже, как и книги Скотта Майерса для тех, кто уже хоть что-то знает. И они просто дадут вам жизненные примеры использования самого языка C++. Если же говорить о Java, то здесь тоже есть несколько книг. И моя любимая это Java, The Complete Reference, девятое издание. Там все описано без воды, и, на мой взгляд, она читается абсолютно свободно. Также есть философия Java, два тома. Я читал только первый. Отличная книга, где используются тривиальные примеры, чтобы объяснить, описать все аспекты языка. Эти книги наверняка есть на русском, так что, если вы сильнее вашей лени, опять же, то вы найдете их без каких-либо проблем. По Java есть и другие книги, но эти две я отмечаю как самые клевые. По Python и Ruby вы можете выбрать любую книгу с Amazon, где рейтинг от 4 звезд. Потому что я так делал, и все книги, которые я читал по этим языкам с таким рейтингом, не отличаются друг от друга вообще. Единственная книга по Python, которая мне запомнилась, это книга с названием Python the Cookbook, третье издание. Там просто описано примеры использования языка. И человек, который писал эту книгу, Дэвид Бизли, он отлично шарит в языке, то есть в Python. Я смотрел кучу его выступлений, и он просто шикарный. Так что, если будете изучать Python, то обязательно чекните эту книжку и вообще остальные труды этого чела. По JavaScript есть точно одна книга, которая на уровне с вышеописанными. Это книга JavaScript The Definitive Guide, автор Дэвид Флэннеган, насколько я помню. Она относительно новая, и в ней очень подробно и доступно описан весь язык, его спецификации и способы применения. Кроме самого языка, то есть тому, что написано в стандартных ECMAScript, там много говорится о браузерном JS, также говорится о jQuery, Jaxx, JSON и многому другому. По CSS HTML есть неплохая книга с иллюстрациями, которая называется HTML и CSS Design and Build Websites, что-то типа такого. Там все достаточно просто и доступно. Я не знаю хороших книг по PHP, C-Sharp, Perl, Objective-C, Swift 2 и так далее, потому что на этих языках я писал программы уровня Hello World. Кроме PHP, конечно же, потому что с ним у меня была отдельная история, которая продолжалась около полугода. Но опять же, по PHP я не могу порекомендовать никаких книг, потому что я их вообще не читал, пользовался только официальной документацией. Что касаемо алгоритмов и структур данных, тут только два варианта, как я вижу. Это либо Седжвик алгоритмы, либо Корман алгоритмы. Обе книги просто шикарные. И отличие в них только в том, что для примеров у Седжвика используется Java и C++, используется Java и C++, а у Кормана это только псевдокод. На мой взгляд, все-таки Седжвик будет чуть лучше, потому что у него, как мне показалось, более яркие и жизненные примеры. Если говорить о языке ассемблера, то по ассемблеру есть крутейшая книга, которая называется Assembly Step-by-Step Programming with Linux. Там описывается просто весь цикл исполнения программы. Когда я говорю весь цикл, я имею в виду, что там описана работа памяти, работа компилятора, работа операционной системы, работа самого языка. Вообще на абсолютно другом уровне. Вы просто обязаны знать, как это работает, потому что то, что вы увидите в этой книжке, навсегда изменит вашу жизнь как программиста. По устройству операционных систем я порекомендую Эндрю Таненбаума, то есть это автор. У него большие и достаточно подробные книги по операционным системам. Также у этого автора есть неплохая книга по сетям и работе железа. А сам Таненбаум это крутой мужик, который окончил MIT и написал даже свою операционку, насколько я знаю. То есть он знает, о чем говорит и о чем пишет. Я также читал и какие-то альтернативы по сетям и операционным системам, но они мне как-то не запомнились, поэтому я о них не говорю. По линуксу есть книга, которая называется The Linux Command Line Complete Introduction. Отличная книга, где описана работа с терминалом от начала до конца. Там также показывают, как писать shell скрипты, пусть и на базовом уровне. И вообще там есть все, чтобы стать гуру в командной строке линукса. Единственное, что она маленькая и там нет каких-то разжевываний, то есть нужно понимать все сразу и не втыкать. Также есть крутая книжка, которая написана Стивом Макконнеллом. Она называется Совершенный код. Стив Макконнелл это топовый разработчик, который рассказывает о рутине, о том, как надо и как не надо писать код. И вообще говорит о многих интересных программисту вещах. Но ее нужно читать, когда у вас есть уже какой-то опыт. Если говорить о английском языке, то я бы порекомендовал книжку English Grammar News, четвертое издание. Она простая, но в то же время там изложен весь английский на блюдечке. И напоследок хочется сказать о паре книжек, которые мне показались крайне интересными. Это книга Hacking the Art of Explanation. Там описаны прикольные трюки по работе с сетями и с программированием вообще. И еще одна книга, которая называется, по-моему, Hacking How to Hack Computers Basic Security and Penetration Testing. Там тоже много говорится о сетях, о том, как работают железки, как их хакать и делать всякие интересные штуки. Здесь я перечислил те книги, которые мне запомнились. Читал я, конечно же, в разы больше. И многие книги были, мягко говоря, так себе. О них я ничего не сказал, дабы дать вам возможность самому или самой на них наткнуться и прочесть. Потому что вы можете увидеть там то, чего не увидел я. И также, я думаю, стоит добавить небольшой постскриптум. Все книги, которые я здесь описал и читал исключительно на английском языке. Я не уверен, есть ли все переводы этих книг. Но я все равно добавлю в описании и вы можете поискать. И я думаю, что все у вас получится. Спасибо всем, кто послушал. С вами был Виндертон и всем пока.